добрый день дорогие друзья с вами арт-мастер марианна рада приветствовать вас на своем мастер-классе про свинку как говорится обещанного три года ждут вот три года три года я ждала пока я смогу сделать эту миленькую свинку очень простая игрушка в интернете есть уже видео про про эту свинку только там она плетется немножко по-другому там сначала плетется все тело целиком такой батончик с носом и с глазами а потом уже приплетаются уши и лапки вот но я по своей любимой привычке плету все сразу вот поэтому мы тоже сейчас будем так делать что нам понадобится все время спрашивают про количество бусин теперь я значит считаю количество бусин нам понадобится 150 основных бусин 4 бусины для носа и 2 бусины для глаза то есть всего вам понадобится 156 бусин какую леску я беру вот у меня бусина у нее отверстие как как говорит производитель 2 миллиметра для этой бусины для таких бусин я использую леску 07 вот такую вот она достаточно толстая но не настолько толстая чтобы невозможно было с ней работать поэтому в общем она удобная 07 при при ширине отверстия 2 миллиметра сколько брать лески лески берите столько сколько вам нравится если вам нравится работать длинные 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 леской и вы знаете что вы не запутаетесь берите длинную 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 меньше будет узлов но опасность того что вы запутаетесь всегда будет присутствовать если вы не хотите путаться в леске берите короткую леску тогда узлов будет больше вопрос на вопрос про леску сколько брать лески я не отвечаю никогда потому что я уж извиняюсь но это дурацкий вопрос берите столько сколько хотите итак поехали итак я взяла леску я отрезаю леску для себя примерно на разворот рук или чуть-чуть побольше то есть ну где-то полтора может быть метра может быть чуть чуть побольше вот потому что я справляюсь с этой длиной если вы работаете с с ниткой например то с ниткой будет сложнее с длинной ниткой в общем примерно полтора метра лески я отрезала и начинаем мы со звеньев по 5 бусин начинаем мы с носика и так сначала мы делаем 4 звена по 5 бусин вот точно так же как здесь и 1 1 в каждом звене будет бусинка вот но вот пятачка соответственно я беру пятачок так звенка у меня будет голубая в этот раз 1 2 3 4 так соединяю концы и так на леске у меня 5 бусин я поставил их по центру теперь я делаю петельку розовая бусинка у меня снизу это у нас будет бусинка пятачка поэтому я заворачиваю леску который выходит из розовой бусинки я обворачиваю вокруг лески который выходит из голубой потом я беру конец той лески который выходит из голубой бусины и продеваю ее обратно в голубую же бусину эту теперь можно отпустить уже тащим об бежала вот такая петелька получается и затаскиваем эту петельку как обычно вовнутрь вот вот у нас наше первое звено теперь на левую леску я набираю одну розовую бусину так отправляю ее вниз на правую бусину я набираю три голубых бусины вот так вот у меня этот хвостик это я обычно так делаю и возвращаюсь в голубую леску так и то же самое мы проделываем еще один раз на левую леску я беру одну розовую бусинку на правую леску на правую леску три голубых теперь левая леска левая леска подхватывает последнюю оставшуюся у нас для носа розовую бусину так и мы отправляем левую леску в противоположную голубую бусину голубую бусину от первого звена вот теперь вот так вот все подворачиваем вот у нас пятачок нарисовался так и на правую леску я набираю две голубые бусины и переплетаю с левой так вот у нас получился пятачок смотрите надеюсь у вас также вот теперь вот перевернула изделие до пятачком к себе и теперь мы с вами договариваемся что вот эта вот бусина рядом с правой леской у нас будет верхом соответственно глазки будут где-то здесь теперь вот у нас на леске одна бусина и мы сейчас ничего никуда не продеваем просто набираем новые бусины на правую леску мы набираем три голубые и одну бусину которая будет глазиком так поворачиваем к себе всего у нас всего у нас на леске на данный момент получается пять бусин включая основание бусину основания так теперь мы точно также перекручиваем перекидываем делаем петлю левую леску мы отправляем соседнюю бусинку соседнюю бусинку так в одну не в две прекрасно и таким образом у нас на леске две бусины и мы набираем еще три на правую леску вот отправили петельку обратно так снова левая леска отправляется соседнюю бусинку только в одну так и мы снова набираем три бусины и таким образом мы пройдемся по всем бусинку в этом ряду так три бусинки на правую леску всего снова у нас пять бусинок на леске окручиваем правой леской левую снова делаем петельку вот так один глаз у нас пока что свинки снова левая леска отправляется в соседнюю бусину так на правую леску снова три голубые бусины влада вот так и вот так вот так вот так вот 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 так вот это вот вот это вот вот просто в том числе вот на кистье тряпляйся в соседнюю бусины и вот прямо сейчас к но затянули снова левая леска подхватывает левую одну соседнюю бусину прекрасно на правую набираем 3 бусинки то же самое так так и еще одно точно такое же звено в следующем звене мы должны поставить глазик второй глазик нашей свинки вот для этого на правую леску я набираю 2 голубые бусинки и одну бусинку глазика то есть точно так же три бусины у меня на леске вернее три бусины свободных и две уже закрепленных всего пять так оборачиваем и возвращаемся в глазик вот вот так Я прошла две вот эти бусины леской. Отлично. Теперь на правую леску я набираю две последние бусины в этом ряду. Так. Это у нас будет определенно самец. Так. В следующем ряду мы должны будем переделать, помимо того, что мы будем делать ряд, мы должны будем переделать сразу уши и сразу же передние ноги. Поэтому будьте внимательны. Мы с вами остановились в верхней части свинки, вот здесь вот мы с вами находимся. Вот. И убираем. На левую леску я подбираю левую соседнюю бусинку. Вот так. И теперь я пойду в другую сторону, то есть я шла против часовой стрелки, теперь я пойду по часовой стрелке, вот в эту сторону. И хочу еще раз напомнить, что в этом ряду мы будем переделывать свинки ушки и ножки. Поэтому будьте внимательны, чтобы вы не запутались. Сейчас я сделаю твинт ушами для того, чтобы приделать первое ухо. На левую леску я набираю четыре бусины, то есть у нас сейчас получится звено из шести бусин. Две бусины есть, я набираю еще четыре бусины. Так. И сейчас я не буду делать петлю, как я все время делала. Я сделаю немножко по-другому. Я возьму правую леску и отправлю ее в последнюю набранную бусину. Таким образом у нас получилось такое соединение, болтающееся соединение. Я это делаю потому, что в эту же бусину нам придется войти еще один раз. Если вы здесь делаете петлю и закрепите ее там, вы потом уже леской в эту бусинку не попадете. Поэтому такое свободное соединение. Теперь Та леска, которая идет к носу, нижняя леска, да, она была у нас левой. Я отправляю в две соседние бусины, вот в эти вот две соседние бусины. Так. Вот. Прекрасно. Теперь На правую леску я набираю четыре бусины. Это у нас будет ушко. Четыре бусины. Вот. Как вы видите, на леске у нас семь бусин получилось. Так. Теперь Правую леску Правой леской я прохожу еще раз через вот эти вот три бусины. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. 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 Вот что-то такое вот нелепое получилось. Мы это подтягиваем. Сейчас это все исправится. Теперь На левую леску я набираю три бусины. Вот на эту вот левую леску, которая идет вверх. И вот она уже делает петлю вокруг правой лески. И теперь все это ухо надо хорошенько затянуть. Смотрите, то, что мы набирали первым, это ухо. Оно должно остаться сверху. То, что мы набирали вторым, это уже тело свиньи. Оно должно быть снизу. И теперь все это счастье надо крепко затянуть. Отлично. Получилось вот так вот. Вот ухо. Оно потом станет как надо, когда мы дойдем до конца. Вот тело. Так. Посмотрели внимательно. И поехали дальше. Теперь вот у нас две лески. Одна идет вверх. Она условно левая. Другая идет вправо. Она поправая. И на нее мы собираем две соседние бусинки. Вот. На левую леску набираем три бусины. Так. Свиньи попадали. Вот у нас три бусины. Окручиваем левую вокруг правой и возвращаемся в бусину. Делаем петлю. Затягиваем. Вот. Ухо уже начинает топоршиться как надо. Теперь на правую леску мы набираем две соседние бусинки. Так. И сейчас мы с вами очень скоро следующим звеном будем делать ножку. Поэтому снова будьте внимательны. На левую леску я набираю три бусины. Это еще не ножка. Это просто еще тельца. Так. И мы снова не делаем петлю. Снова не делаем. Мы берем правую леску. И просто проходим. Делаем свободное соединение. Незакрепленное. Так. Вот. Вот. И теперь я обычно... То есть на какую сторону вы будете набирать бусины для ножки, совершенно не важно. Поэтому я обычно складываю две лески. Вытягиваю их. Смотрю какая длиннее. Вот. У меня вот эта вот длиннее. И вот на ту, которая длиннее... Я набираю четыре бусины ножки для ножки. Под ножки. Под ножкой. Под ножкой. За ножкой. С ножкой. У ножки. Вот. Четыре бусины набрали. Это у меня правая оказалась леска. И этой же правой леской я прохожу обратно снова. Ту же самую бусину, которая входила в предыдущий раз. Вот получается такое вот болтающееся звено, болтающееся из пяти бусин. Так. Вот. Ножка у нас готова. У нас есть свободное соединение. Поэтому сейчас аккуратненько. Значит, мы берем правую леску и отправляем ее в две соседние голубые бусины. Вот две соседние бусины. Так. Отлично. Вот. Таким образом у нас получилось три бусины на леске. Теперь левую леску мы пока что не трогаем. Левая леска пока что у нас так и болтается. Вот это свободное соединение у нас осталось. Вот это вот первая ножка. Сейчас мы будем сразу делать вторую ножку. А потом уже мы будем соединять, закрывать вот это вот звено. Таким образом на правую леску, которую мы только что проделали в две соседние бусины, я набираю пять бусин. Четыре бусины ноги и одна бусинка для тела. Так. И теперь эта же правая леска заходит навстречу, вернее в хвост себе же, в первую набранную бусину. Вот она первая набранная бусина. Так. Так. Эту леску мы уберем, чтобы она нам не мешалась. Вот. Такое вот соединение болтающееся. И мы его подтягиваем поближе, 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 поближе подтягиваем. Вот таким образом вот у нас две ноги. Так. Теперь нам нужно закрыть вот это вот звено, да? И на левую леску я набираю две бусинки. Две бусинки, левая леска. И левая леска с двумя бусинками точно также отправляется в основание только что сделанной нами ноги. Так. Вот. Так. Теперь мы все это затягиваем. Одна из лесок у нас прошла через эту ногу и через вторую. И все это были свободные соединения без закреплений. Соответственно, сейчас надо хорошенько подтянуть. Вот они вверх, эти две ноги торчат. Так. Да. Отлично. Теперь на правую леску я подбираю две соседние спины. Бусины. Вот они, две. Отлично. И на левую леску я набираю три бусины. На левую леску три бусины. И мы делаем с вами нормальное соединение петлей. Вот. Вот. Прекрасно. Рассмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. А здесь у вас так же. Теперь правая леска снова подхватывает две соседние бусинки. Вот. Прекрасно. Теперь на левую леску мы набираем три бусины. Делаем соединение петлей. Вот. Отлично. И в этом звене нам нужно с вами сделать ушко. правая леска проходит три соседние бусины. Раз. Два. Три. Раз. Вот. Раз. Два. Три. Пальцем покажу, чтоб проще. Вот. Вот На эту же правую леску я набираю четыре бусины Это у нас уже ушко И теперь внимательно смотрим Вот я набрала четыре бусины И мы должны с вами еще раз пройти те же три бусины, которые только что прошли Но первую мы не трогаем Вот первую, из которой торчит леска, мы не трогаем Мы входим во вторую, вот в эту вот И снова проходим те же самые три бусины, которые только что прошли Вот Вы видите Это тоже ушко И теперь на Левую леску Мы набираем две бусины и делаем Крепкое соединение петлей То есть мы снова все будем подтягивать Так 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 Таким образом мы Закончили голову свинки Вот у нас наши ушки Вот у нас наши ножки Ничего дополнительного приплетать уже не надо будет Мне больше так нравится плести Теперь мы переворачиваем свинку Чтобы вам было видно Чтобы вам было видно И Теперь у меня снова они поменялись местами Право слева поменялись местами Так Вы это видите И Левую леску Я отправляю В одну соседнюю бусину Одну Вот она Так Да Прекрасно Следующий ряд Очень простой Мы делаем Просто ряд По шесть бусин По кругу Вот он Так И Так На левую леску Я набираю 4 голубые бусины Две бусины у меня на леске уже есть Поэтому я делаю соединение петлей Правая леска проходит две соседние бусины Вот эти вот И Раз И Два Теперь Снова На левую леску Я набираю 3 бусины Затягиваю Правая леска подхватывает две соседние бусины Так У меня выскочила петля Снова Левая леска Набираем три бусины Снова левая леска Набираем три бусины Две соседние бусинки Вот они Под ножкой Вот 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 Снова Снова На левую Набираем три бусины Делаем соединение Вот Правая леска Снова проходит две соседние бусины Три бусины На леске И Еще три бусины Набираем На левую леску Набрали три бусины Соединение Вот Правая леска Проходит Две соседние бусины На левую Набираем Снова Снова Три бусины Так Правая леска Проходит Две соседние бусины Снова И И снова на левую три. И теперь левая леска проходит три соседние бусины, потому что нам нужно завершить этот ряд. Три, раз, вот это вот первая, вторая, третья. Раз, два и три. Таким образом, в последнем звене у меня на леске четыре бусины. И теперь на левую леску я набираю две бусинки. Переплетаю последнюю. Вот, у нас уже сделана большая часть свинки, осталось свинки на попу. Но, судя по всему, на всю свинку этой лески мне не хватит, поэтому я буду делать узелок. Видимо, в скорости. Итак, я снова перевернула изделие мордой к себе. Свинячий. Вот. И теперь на правую леску я набираю четыре бусины. Хочу напомнить, что в этом ряду мы будем с вами делать две задние ноги, поэтому снова будьте внимательны. Переплетаю, затягиваю. Мы сейчас с вами на спинке, да? На спинке свинячий. Теперь левая леска проходит две соседние бусины. Вот. На левую бусину мы набираем три бусины. Переплетаем. Итак, у нас на леске три бусины. И на правую. Я набираю три бусинки. Так. Переплетаю. Вот. Отлично. Левая бусинка собирает две соседние бусины. И теперь снова будьте внимательны. У нас сейчас снова начнутся свободные соединения. Беспетильно свободные соединения. Для начала мы с вами проходим две эти бусины. Так. Вот. И теперь мы делаем точно так же, как сделали с ногой. на правую леску. На правую леску мы набираем три бусины. И делаем свободное соединение. Не соединение петлевое, а свободное. Так. Так. Теперь смотрим, какая у нас леска больше. Вот эта вот у меня леска больше. И на нее я набираю четыре бусины для ножки. Так. И этой железкой прохожу в ту же самую бусинку, которую мы уже проходили. Так. Вот. Свободно болтающаяся нога получилась. И не выпуская из рук ту же леску, мы подбираем две соседние бусинки. Так. и на эту железку мы набираем пять бусин. Мы уже это делали. Точно так же повторяем сейчас. Вот пять бусин мы набираем. И эта железка возвращается в первую набранную. Так. Вот у нас снова две ноги. А та леска, которую мы не использовали, которая у нас правая, на нее мы набираем две лески. На нее мы набираем две бусины. Так. Так. И отправляем эту леску вот в эту бусинку, которую мы только что прошли два раза уже. Так. Вот. И теперь на эту железку, на которой мы только что вошли в эту бусину, мы подбираем две соседние. Отлично. Так. Дальше мы точно так же, как в предыдущем ряду, идем доделываем несколько звеньев из шести бусин. Вот у меня три бусинки есть на леске. И на правую лесочку я набираю еще три бусины. Так. Вот. Левая. Условно левая. Подхватываю две соседние бусины. Так. она условно правую набираем еще три бусинки делаем соединение петлей и теперь на правую леску мы собираем три соседние бусины подряд вот на левую набираем две две бусины делаем соединение вот хорошо теперь нам осталось сделать попу свинячую для этого мы проделаем по кругу звенья из пяти бусин теперь левая леска подхватывает левую бусину в принципе леска 08 было бы тоже неплохо теперь теперь на левую я набираю три бусины потому что звенья у нас будут из пяти бусин так три бусины переплетаю прекрасно снова левая леска подхватывает две соседние бусины таким образом у нас три бусины на леске мы набираем еще две последние переплетаем вот на левую набираем две соседние снова на правую набрали две бусинки левая леска подбираем две соседние бусины так на правую набираем еще две отлично на левую леску снова две бусины вот 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 так леска у меня все короче короче и на хвостик мне не хватит поэтому я сейчас сделаю узелок для этого левая леска пройдет как обычно в две соседние бусины так вот на правую я наберу еще две сделаю узелок и спрячу этот узелок вот в этой вот бусине из которой сейчас торчит леска я не буду прятать узелок в этой бусинке потому что в нее нам нужно будет вставить новую леску если там будет узел вы же туда ничего не вставить и поэтому я делаю морской узел дальше я беру один из хвостиков и просовываю его в ту бусинку где буду прятать узелок вот так и теперь я беру круглогубцы наматываю и затягиваю узелок в бусину все узелка не видно обрезаю под корень вот теперь я взяла небольшой кусочек лески потому что нам осталось только завершить всю эту историю и поставлю я эту леску туда где должна была быть предыдущая то есть вот в этой бусинке мы с вами по идее должны были завершить в этой бусинке если у вас была длинная леска у вас в этой бусинке должна быть петелька так вот соответственно теперь левую леску вот эту вот условно левую конечно же я продеваю в две соседние бусинки точно так же как и в предыдущем звене нахожу серединку я взяла небольшой кусочек потому что нам совсем чуть-чуть осталось так вот у нас три бусинки на леске и на правую на условно правую я набираю две бусинки и делаю соединение петелькой как обычно прекрасно дальше 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 левая леска собирает три бусинки раз два три вот эти вот три и как вы видите у нас на на леске 4 бусинки мы берем еще одну так и делаем нормальное соединение петлей нормальное такое соединение петлей вот сделали теперь нам осталось сделать хвостик и завязать узелок то есть собрать все это счастье вместе и завязать узелок для того чтобы сделать хвостик смотрим на нашу свинку сзади вот у нее спинка вот у нее центр да теперь мы проходим одну бусинку чтобы леска оказалась по центру нашей свинки так и мы набираем на эту самую центральную леску так 4 бусины 1 2 3 4 прекрасно так одну бусину пропускаем мы не берем сейчас вторую леску все делаем на одной одну бусину пропускаем и входим в оставшиеся три так вот до самого низу так и теперь мы подтягиваем хвостик таким образом вот можно в принципе три бусины сделать здесь совершенно неважно 3 4 давайте сделаем 3 будет свинка с хвостиком покороче на одну бусину понадобится меньше так то же самое вот подтянули и теперь этой же леской мы идем в противоположную сторону от той лески которая у нас вот осталась здесь сбоку справа то есть мы идем влево и собираем собираем все вот эти вот бусины вместе так что такое не попасть вот первая бусина вторая бусина вторая бусина вторая бусина третья я до низа до центра дохожу вот теперь беру другую лесочку которую мы не трогали да и иду в другую сторону но навстречу к той леске вот отлично вот лески встретились и в одном в одной из бусинок мы сделаем узелочек главное все хорошо затянуть еще хвостик подтянуть для этого я так вот переворачиваю немножко чтобы натянутом состоянии были так и хвостик еще раз оттягиваю прекрасно теперь делаем морской узел вот отлично и теперь один из хвостиков отправляем в бусинку берем круглогубцы и затягиваем узелок в бусинку все отрезаем хвостики и так теперь у меня есть три поросенка так благодарю вас за то что вы посмотрели мой мастер-класс подписывайтесь на мой канал канал ставьте пожалуйста лайк обязательно вот и я хочу вам напомнить что у меня есть магазин на ярмарке мастеров где я продаю свои украшения продаю геометрические игрушки которые я делаю в том числе я буду продавать там мастер-классы которые будут делать на продаже то есть большие мастер-классы про про большие лампы вот там на данный момент уже есть один мастер-класс про геометрическую игрушку из бусин если вы напишите о том что вы пришли с моего канала что вы мой подписчик вы получите скидку 33 процента от существующей стоимости все надеюсь в ближайшее время увидите вас снова надеюсь вам нравятся мои мастер-классы приходите еще все удачи вам пока пока удачи вам пока